Доброе утро, друзья! На крыше, надеюсь, что вы там не живете, нет? Ну, нет, до Карлсовы еще далеко. Вы высоты не боитесь? Ну, я все-таки старый турист, хотя занимался водным туризмом, и, в общем, почти-почти стал мастером спорта, не хватило одного балла. Советский Союз развалился. Чемпионом Латвии вы были? Чемпионом Латвии был, да, по водному туризму. По водному туризму. Водный туризм – это байдарки, это каноэ? Катамараны, различные плавсредства. В 90-м году мы еще выиграли чемпионат Латвии. А был чемпионат, да? Они постоянно проводились. В Латвии была очень сильная школа водного туризма, и даже вот конструкция двухместного катамарана, которая сейчас очень популярна, с так называемой продольной посадкой, была изобретена в Латвии. А есть поперечная? В основном, да, в России в основном используют поперечные посадки. Слушайте, а вы случайно с нынешним министром-то иностранных дел в Российской Федерации не ходили одними реками? Ну, может, и ходили. У них поперечная посадка, у нас продольная. Да, мы ходили продольная, а не поперечная. Так что тут... Ну, в этом смысле не изменилось геополитически, я имею в виду. Ну, в России была очень сильная школа, и мы встречались с россиянами, там, на Тяньшане, там, на всякие... А вот, да, хотел спросить об экзотических местах. Нет, ну, тогда, конечно, через границу Советского Союза выехать было практически невозможно, а то сейчас нынешние водники, там, в Коста-Рику ездят, там, на чемпионат мира, там, и так далее. Но Советский Союз был достаточно большой, поэтому, конечно, там и Тяньшань, и Кавказ... А сколько лет вы его посетили? Ну, это сложный вопрос. У меня было 11 активных сезонов, то есть когда, ну, как минимум, один поход в высокой категории сложности. Ну, тогда же обычно как? В мае, мавайские праздники, это короткий поход, это Кавказ. Один год Северный Кавказ, другой год Грузия. Ну, а уже там летом, в зависимости от того, какой район, если Саян-Алтай, это, скорее всего, август, если Тяньшань, то это сентябрь, потому что там вода, уровень воды самый подходящий. Поэтому как-то все договаривались, с начальством брали дополнительные отпуска, в общем. Но это все время разные реки были? Конечно, конечно, было очень-очень. И в каком году вы уже так отошли от этого? Давно? Ну, практически последний поход был в 92-м, но уже такой детский поход, семейный, здесь Латвия. Ну, уже 20 лет практически. А как-то сменили хобби? Вот у вас был водный туризм, а сейчас? Да, пришлось. Ну, появились другие занятия, не только хобби. Ну, в общем, очень многое сменил, и работу сменил. И поэтому какое-то время… Ну, а чем заменили? Вот все-таки это такое, можно сказать, профессиональное хобби даже, этот водный туризм. Ну, ностальгия по водному туризму, наверное. Нет, ну, есть какие-то элементы, которые сохранились. Например, водный туризм трудно отделить от авторской песни, от бардовской песни. Вот это сохранилось. Хотя тоже изменилась ситуация. В общем, когда оказалось, что петь можно обо всем, кончилась цензура, то, в общем, значительная часть… Стало петь не о чем. Да, для многим стало петь не о чем. Но золотой фонд, конечно, сохранился, потому что политическая конъюнктура, вот все эти намеки там и фига в кармане, это на самом деле было очень важно для неформального искусства. Ну, конечно, бардовская песня советская была, наверное, одним из наиболее ярких направлений вот такого неформального искусства. То есть вы сами играете на гитаре? Ну, я играю, но я скажу так, я гораздо более квалифицированный слушатель, чем автор и исполнитель. Поэтому я предпочитаю слушать других. Ну, хорошо. А вот вы так давно в политике, что даже уже как-то и страшно вспомнить. Это 95-й год, получается, да, вы там баллотировались первый раз? В 95-м году я, наконец, отсудил свое гражданство и получил формальное право баллотироваться. Вам не давали гражданство? Да, была такая грустная история. То есть закон-то у нас очень демократичный был, регистрация. То есть надо было просто прийти и заявить, что вот мои предки были гражданами Латвии. И, в общем-то, чиновники не обязаны были верить. Если у них возникает сомнение, то они могли потребовать подтверждающие документы. Ну, и там, не вдаваясь в детали, там, естественно, если приходит человек с латышской фамилией, говорит на чистом латышском языке, то ему верили. И вот мы пришли регистрироваться почти одновременно с Нилом Уизнексом. И мы оба говорили с акцентом. У него был такой в то время тяжелый американский акцент, от которого, надо сказать, избавился практически полностью. То есть, в общем... В отличие от многих, которые специально от него не избавляются. Да, я говорил с русским акцентом. Но в его корнях сомнений не возникло, а в моих возникло. И мне пришлось довольно долго собирать документы, судиться. И, в общем, процесс занял общие сложности. Несколько лет. И в итоге я получил свой паспорт гражданина Латвии 1 февраля 1995 года. То есть, именно в тот день, когда официально началась натурализация. Это такой символичный момент. А там бы окна, и вы бы уже по другой линии пошли. Ну да, но это был для меня момент принципиальный. То есть, дело не столько в гражданстве. Наоборот, я считаю, что для правозащитника и для действующего политика вот этот опыт жизни в качестве негражданина был для меня очень важен и полезен. Потому что ведь в то время на тех выборах натурализованных граждан просто еще не было. Еще никто не успел натурализоваться. Поэтому практически выборы 1995 года в очень значительной степени выбора 1998 года парламентские и следующие, это были выборы только между, так сказать, наследных граждан. И, в общем-то, я был, наверное, одним из очень немногих, кто, в общем, знал, что это такое, как жить в качестве негражданина, как ездить с советским паспортом, как объясняться. То есть, я успел, в общем, все вот эти паспорта, и бывшие, да, и советские, коричневые еще подержать в руках. Но до фиолетового уже как бы не дожил. То есть, а коричневый у вас тоже был, да? Немножко, да. Почему? А коричневый я еще не помню. Ты просто уже не помнишь. Нет, здрасте. Он теперь тоже был. Нет, не помню. Я помню красный и сразу фиолетовый потом. Ну, был недолгое время коричневый, но он, как бы там, я подозреваю, что там просто дали кому-то возможность подзаработать. У нас паспорта были не очень качественные, их довольно быстро заменили. Но вот моя супруга, она как бы прошла все разноцветные паспорта у нее. Коричневый, это же апатрида был, разве нет? Нет, паспорт апатрида, он сейчас выдается, там около 30 тысяч человек вы имеете. Ясно. Ладно, хорошо. Ну, мы знаем, что вы еще активный участник в «Что, где, когда» в Латвии, да? А как вы туда попали? Давно вообще? Знаете, тоже уже, наверное, достаточно давно, уже лет шесть, как играем. Вообще, ну, я, наверное, очень многие, там, еще 70-х годов, там, «Что, где, когда» – это была любимая передача, в общем, мы ее смотрели, я что-то слышал о том, что есть спортивное «Что, где, когда», в которое как бы играют одно время… И в Латвии тоже. Несколько команды. Но в Латвии она появилась вначале в «Даугавпелсе», и, в общем, это как бы все в «Патриархе», что, где, когда оттуда. И вот когда несколько молодых ребят из «Даугавпелса» стали перебираться в Ригу, вот это уже, ну, в начале 2000-х, это где-то 2004-й, наверное, год, вот, заканчивали там школу, переезжали в Ригу, здесь учились, работали и создали вот этот Рижский клуб «Интеллект». И какое-то время Центр Согласия просто его поддерживал. Ну, там, по мелочам где-то, что-то спонсировали, чтобы можно было проводить соревнования. Но что, где, когда играют ребята такие на язычок острые, в общем, начали нас подкалывать. Вот вы такие, вы только спонсируете можете, вы политики тупые, самим поиграть слабо. Ну, в общем, взяли нас на слабо. И вот впервые в чемпионате Латвии 2005-го года вы решили, раз так, давайте мы выставим свою команду. Разнарядка у вас была? Нет, нет, это была исключительно частная инициатива. А кто еще там, кроме вас, из депутатов? Виталий Орлов до сих пор играет, Валерий Агешин вот из депутатов, Виктор Глухов депутат Рижской дубы, некоторые наши муниципальные депутаты. Есть, конечно, и активисты из нашей молодежной организации, ребята. Хотя, думаю, что один раз, может, неплохо было выставить чисто депутатскую команду. Ну, что, проиграли бы, наверное, вы по всем статьям. Вы же от жизни оторваны. Почему, да? Ну, не все, а то, ладно. Ну, вы вообще доказали, что вы не тупые депутаты и так далее? Да, доказали. Мы с самого первого раза, команда наша называется «Центровые», мы с первого раза заняли место прямо в центре турнирной таблицы, в общем, примерно. Мы, конечно, нам очень трудно соревноваться со звездами латвийского штург-декада, но там ребята относятся к этому очень серьезно, регулярно тренируются. Что это тренировка в штург-декаде? Меня этот вопрос всегда очень интересовал. Существует такая база вопросов, в которой собрано несколько десятков тысяч, наверное, вопросов, которые игрались на разных турнирах. И, в общем, тренировка – это, конечно, в основном решение вопросов и разбор решения вопросов. Существуют разные методы, разные технологии. Например, расскажите о черной технологии разбора и решения вопросов. Существуют стандартные схемы построения вопросов. Очень важно посмотреть, на чем вопрос строится. Ну, например. Ну, самый такой простой пример – это перебор. Вот когда требуется… есть определенные условия, под которые нужно подобрать какое-то значение какого-то человека или какое-то явление. Вот существует определенная технология, как перебирать. Например, если есть там некий список дат, то существует тоже стандартный набор возможных последовательностей, которые надо проверить. Олимпийские игры. Или там, скажем, последовательности… Это чет. Олимпийские игры всегда четные. Летние и зимние. Четыре года, два года. Хорошие там ЧГКшники, конечно, держат в уме, когда они были разделены, когда появились летние, когда появились зимние. Если речь идет о списке людей, то тогда тоже есть такой стандартный набор. Нобелевские лауреаты, президенты Соединенных Штатов. Ни рождения великих поэтов. Ну, это как бы… То есть, там такие достаточно специфические технологические вещи. И сейчас, надо сказать, что действительно Латвия выходит на довольно серьезную позицию. То есть, что, где, когда – это одно из трех изобретений таких вот интеллектуальных, которые Советский Союз оставил всего мира. Которые, которые, благодаря распаду, это что КВН – авторская песня. Которые сейчас играют и в Америке, и в Израиле, и во всех государствах бывшего Советского Союза, играют на русском языке. То есть, есть попытки играть что, где, когда на других языках. Скажем, в Грузии играют на грузинском. Во Львове как бы играют, ну, скажем так, чем-то очень напоминает некоторые наши мероприятия. То есть, все формальные вступительные слова, введения и так далее на украинском, а вопросы обсуждения уже на русском. Поэтому, ну, в общем, конечно, это сама идеология «что, где, когда», она очень тесно связана с русским. Хотя вот в последнее время в Америке появилась игра, там же очень любят всякие телевизионные викторины с призами, но там вот стандартные викторины на знания, на эрудицию. То, что называется квиз. Есть даже чемпионат мира по квизу, который проводится на разных языках. А вот совсем недавно в одном американском штате появилась викторина, которая совершенно четко организована на принципах «что, где, когда». И даже, говорят, лицензия куплена у игры. Ну, и вот если говорить об уровне, на который выходит латвийская команда, то, может, мы увидим каких-то ее представителей в сборных, в эфире Первого канала? Это сложный вопрос. Почему? Это телевизионное «что, где, когда» – это в первую очередь шоу. И там совершенно другие факторы. Вот те вопросы… А почему вы, Борис, плохи для шоу? Это, наверное, не ко мне вопрос. У меня немножко все-таки другой жанр. Я думаю, что можно найти там… И пофотогеничнее, скажем. Ну, разных людей. Я сознательно ухожу от оценки интеллектуальных способностей, но пофотогеничнее, наверное, можно было бы. Мы их оценим высоко. Ну, мы тоже, да. Но, видите, тут вопрос немножко в другом. Там даже соревновательный этот элемент, он отходит на второй план. Ну, не мне вам рассказывать. Шоу надо, чтобы зрителям было интересно смотреть. А интересно будет смотреть тогда, когда, что ли, интеллектуальный уровень доступен большинству телезрителей. То есть, если, скажем, посмотреть вопросы, которые играются на турнирах высокого уровня, на синхронах, например, есть такие синхронные турниры, которые одновременно играются там в десятках и сотнях городов, в сотнях городов и в десятках государств. Несколько тысяч команд играют одновременно. Ну, или, скажем, вопросы уровня чемпионата мира, их просто по телевизору неинтересно показывать. Слишком сложно. Да, для большинства зрителей... Ну, хорошо, но вы же сами прекрасно знаете, что есть команды, которым задают лёгкие вопросы, на которые отвечают любые телезрители, ну, практически, да? И удивляешься, как это вообще, вот, что это за интеллектуальная игра, где такие вопросы задаются. А есть вопросы, которые действительно сложные? Ну, видите, есть известный феномен, все вопросы кажутся достаточно лёгкими, когда ты сидишь в телевизоре на диване. Да, играть умеют все. Да, как каждый мне себя стратегом ведёт бой со стороны. Это, в общем, известная вещь. Но, с другой стороны, понимаете, я думаю, что тут было бы гораздо интереснее не пробиваться туда, вот, в эфир первого телевидения, там, вот, в этот сад, а попробовать организовать что-то подобное в Латвии. Мне кажется, что спрос на это был бы. И, в общем, были попытки в руководство нашего клуба вести переговоры с различными телевизионными каналами, пока никто на это не решился. Хотя, скажем, на латышских телевизионных каналах, в общем, таких интеллектуальных шоу достаточно много, в том числе и несколько напоминающих по формату «Что, где, когда». «Ну, что, где, когда» – это уже бренд, там, на него есть, естественно, копирайт, там есть авторские права. А вы отчисляете? Нет, потому что мы не играем по телевизионным правилам. Это как бы… Вы заканчивали физмат, и вот вопрос в связи с этим у наших слушателей здесь в видеочате. Почему с физмата так много политиков? Это слабая кафедра физики или сильная кафедра научного коммунизма? Хороший вопрос. Как раз-таки, я думаю, что отчасти и потому, что на физмате, кроме научного коммунизма, учили еще и многим другим достаточно серьезным вещам. В первую очередь, учили логично мыслить. Потому что все-таки, ну, какой бы ни был политический режим, но, грубо говоря, дважды два всегда останется четыре, и если исходить из других соображений, то, в общем, государство развалится. Поэтому, в общем-то, известно, что в свое время студенты физмата не хуже знали, скажем, литературу, чем студенты филологи, потому что филологи учили к тому, что было разрешено, а, в общем, физмат, значит, читали то, что можно было достать. Да, конечно, весь этот сам издат и там издат достаточно широко ходил. Поэтому, я думаю, что вот это умение мыслить логично, реалистично и опираться на экспериментальные результаты и на факты, оно очень сильно помогает вот в такие переломные моменты и является очень хорошим базовым образованием именно для проблем. Если коротко говорить, вы довольны вот тем, что вы делаете? Вот вас спрашивают, есть у вас чувство удовлетворения от своей деятельности? Иногда есть, но, как правило, нет. То есть... Какой политичный ответ. Заметьте, иногда да, но вообще нет. Нет, в целом, конечно, мне очень не нравится, как развивается государство. И рационально, да, вот знаете, как это бывает, как в этом старом анекдоте, как профессор студента там объяснял, объяснял, пока сам не понял. Вот у нас тоже, когда рассказываешь избирателям о том, чего мы достигли, вот иногда смотришь, черт, говорит, действительно, вот удалось там вот такому человеку помочь, такую поправку провести, вот там такого-то там вороватого чиновника там снять с должности. Но в целом ситуация, конечно, такая, что, в общем-то, ну, очень с опаской. Вот я смотрю в будущее Латвии, я вижу определенные тенденции, которые, в общем, на самом деле уже необратимы. Вот та же самая демография. То есть, ну, нету в Латвии людей. Умирает больше, чем рождается, уезжает больше, чем приезжает. И как это развернуть, это довольно сложно. То есть, если отвлечься от реальной ситуации, сходить с вот такой интегральной оценки работы политиков в целом, конечно, нет никаких оснований для удовлетворения. Хотя, в общем-то, рационально, если рассуждать, я понимаю, что, ну, не было бы нас, не было бы нашей вот этой отчаянной борьбы в оппозиции, ситуация была бы намного хуже. В общем, кое-чего нам удалось добиться. И, конечно, вот этот ключевой момент, это рижские выборы прошлого года, то, что сейчас вот Нил Ушаков является мэром Риги, в значительной степени эти негативные тенденции удалось открутить назад. То есть, удалось альтернативу вот так показать, что вообще может быть иначе. Поэтому всегда хочется большего. И, в общем, тут, мне кажется, вопрос немножко по-другому надо ставить. Все ли ты сделал, что было возможно? И это гораздо более конструктивно. Вопрос-то поставили так, как его поставили. Тогда офф-топ тоже от нашего слушателя. Есть ли у вас домашние животные? Есть. Кошка. Потому что как-то так сложилось исторически, что мы кошатники. Потому что собаку все-таки нужно гулять регулярно. А кошка, она такая более домашняя. У нас все в семье народ занятой. Мы очень высоко ценим время. Возможность побыть вместе. Поэтому мы так стараемся домоседствовать, когда такая возможность есть. Вместе с кошкой. И кошка, она в этом помогает. Стоит развить эту тему. Еще через несколько минут сейчас новости и рекламы. Борис Целевич сегодня в личном утре. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. В личном утре сегодня Борис Целевич. Хватит о политике. Давайте уже поближе к личности. Расскажите о вашей семье, о родителях. Кто они? Мои родители филологи. Вообще замечательные люди. Маме исполнилось 90 лет в этом году. В общем, очень много родственников из разных стран собрались ее поздравить. Она блокадница. Начала учиться в Ленинградском университете еще до войны. Но довольно быстро пришлось это дело прекратить. Всю блокаду она прошла. Работала в госпитале медсестрой. В общем, со своим госпиталем закончила войну в Германии уже. После войны закончила университет. Защитила диссертацию. И отец в то время не закончил университет. Он тоже, естественно, прошел войну. Минометчик, старший лейтенант. Капитана еще хотел получить. Нет, отец родился в Харькове. Но там сложная история. По отцовской линии мои предки из Латвии как раз. Но там часть родственников вернулась из эвакуации в 16-м году. А где они познакомились с мамой? В 16-м году? В университете, да? В Первую войну. Да, в Первой мировой была же массовая эвакуация Риги. Вот там у моего прадеда была небольшая мастерская на московском форстате. Вот там часть семьи эвакуировалась. Потом часть осталась в Харькове после эвакуации. Часть вернулась в Ригу. В общем, познакомились они в Питере. Заканчивали университет очень хорошо, но в очень неудачное время. Там во времена дела врачей. В общем, когда двум молодым супругам с еврейскими фамилиями было достаточно сложно найти работу. То есть они не были врачами? Ну да, но и дело врачей, собственно говоря, было не против врачей, а против евреев, как известно. Ну, разумеется. Да, поэтому и, в общем, довольно сложно было им найти работу. В то время было распределение. И им тогда предложили вот этот заштатный разбомбленный город Даугольс. Да, куда они приехали. Поначалу там был вообще там практически учительский техникум, который потом стал учительским институтом, пятнадцатитутом, университетом. А вот практически там почти полвека они преподавали русскую классическую литературу в Даугольске. И до сих пор в школах там работают сотни, если не тысячи их выпускников. То есть значительная часть преподавателей русской литературы. Кроме вас, кто еще в семье? У меня есть еще младшая сестра, которая, в общем, очень творческий человек. Но она, к сожалению, живет не в Латвии, но она уехала очень давно, еще там практически на рубеже в Израиле живет. В какую волну эмиграции она уехала? Ну, в предпоследнюю, скажем так. То есть в 80-е или в 70-е? В конце 80-е. В 80-е, да? Ну, она моложе меня. Ну, в общем, она вышла замуж за моего бывшего студента. Ну, в общем, правильный выбор. Довольно интересный, да, такой поворот. А вообще количество ваших родственников и количество стран, оно каково? Ну, оно расширяется значительно, да. Кто куда уехал, кто где живет? В основном очень мало осталось родственников России. То есть раньше все-таки там вот в Ленинграде было довольно много родственников. Сейчас осталось буквально двое. В Москве осталось тоже очень мало. Ведь у моей мамы, точнее, скажем так, моя бабушка, которую я никогда не видел, которая умерла до моего рождения, была самой старшей большой традиционной семьи. У нее было там 8 сестер и 2 брата. Они, конечно, были раскиданы по всему миру. Сейчас уже никого из них нет в живых. То есть сейчас моя мама как бы играет роль вот этого патриарха. Семейного, да? Да, да. И, в общем, вот это как бы основа семьи по маминой линии. Ну, а по отцовской линии все рижские родственники. Ну, практически эвакуироваться никто не успел. В общем, абсолютное большинство погибло. То есть все, кто были в Риге, практически погибли. В Бикернику? В Румболе, да. Ну, это да. Да, или в Бикернику, или в Румболе. То есть никто не выжил. Еще и поэтому у меня были проблемы с гражданством. Потому что не осталось документов, их приходилось какими-то там искать разными способами. Ну, в общем, поэтому и вот я в последнее время считаю, что я счастливый человек. Потому что мои родители действительно, они живы, они довольно здоровы, насколько это возможно. Главное, что они сохранили ясность ума и крепкую память. И когда удается с ними вот сейчас пообщаться, они живут не в Латвии тоже, а когда они вышли на пенсию, уже тоже в достаточно зрелом возрасте, уже за 70. Работали очень долго, да. Они уехали не из каких-то политических соображений, но просто в Латвии на две профессорские пенсии. В то время невозможно было даже за квартиру платить. Я, к сожалению, не мог им в достаточной степени помочь. Ну, в общем, может быть, это цинично прозвучит. Была возможность уехать, и они уехали. Да, но они, и благодаря этому они живы. И слава Богу. И, в общем, и, конечно, вот только сейчас уже в зрелом возрасте начинаешь понимать, а, собственно говоря, что тебе дали родители. Потому что у ребенка возникает совершенно естественное отторжение, когда пытаются чего-то учить, воспитывать. Естественно, чем человек моложе, тем более он уверен в том, что он сам все-сам и в обучении не нуждается. А вот когда достигаешь какого-то серьезного возраста, тогда уже понимаешь, что на самом деле тебе хотели сказать твои родители 40-50 лет тому назад. И действительно, я думаю, что очень за многое родителям благодарен. И чем старше становлюсь, тем больше благодарен. Есть такие свод правил? Вот это у меня отец научил, это самое важное. Вот есть ли какой-то? Ну, нет. Тут какие-то формальные приоритеты, наверное, достаточно сложно расставить. Ну, вот я помню, когда-то много лет назад я задал отцу очень важный вопрос, когда он, ну, знаете, филология в советское время была тоже достаточно сложной наукой. Потому что у моих родителей были такие ситуации, когда, например, отец занимался так называемым производственным романом. И вот он написал, допустим, там, большую статью о творчестве Михаила Владимова. Там был такой писатель, там, большая руда и так далее. Но опубликовать ее не смог, потому что Михаил Владимов уехал за границей. Он написал о Викторе Некрасове, о копах Старинграда, замечательный военный писатель. Виктор Некрасов тоже уехал. Виктор Некрасов уехал, да? Да, да. И, в общем, вот бывали такие ситуации. На докторскую диссертацию отец написал о Чехове. То есть Чехов это надежно, он уже никуда не уедет. Поэтому он стал очень известным чеховедом. И вот когда-то я спросил у отца, вот ты уехал, вот этот заштатный Даугавпилс из Ленинграда, который был вообще столицей филологической науки. Даугавпилс, ну да, вы много лет работали, вы создали там свою научную школу. Но вот ты что-то выиграл, вот ты мог всегда говорить и писать то, что ты хотел в это время. И он сказал, знаешь, нет, я не мог всегда говорить то, что я хотел, но я мог не говорить того, чего я не хотел говорить. А в Ленинграде это было бы невозможно. И вот в последние годы я все чаще это вспоминаю, считаю, что это мудрый принцип, которого я стараюсь придерживаться. То есть быть там, где что-то можно не говорить? Нет. Или быть там, чтобы не говорить было невозможно? Иметь возможность не говорить того, чего я не хочу говорить. В человеческом общении, ну, очень часто бывает так, что, ну, не всегда можно и не всегда нужно говорить все, что ты хочешь. Все-таки, да, даже если ты уверен в своей правоте, все равно, ну, человеческая коммуникация – это штука сложная. Даже в семье, там, в дружеских каких-то, в межличностных отношениях. Ну, не всегда это лучший вариант. Я уж не говорю там о политике. Если ты хочешь достичь какого-то результата, то далеко не всегда там прямой путь самый короткий. И не всегда нужно говорить, как тот мальчик из рассказов Денискиных, там, Денискиных рассказов Драгунского. Помните, когда его учили, что нужно говорить только правду? Когда пришла в гости какая-то тетя, он говорит, ой, мальчик, а ты меня любишь? Он говорит, нет, я тебя не люблю, от тебя противно пахнет, у тебя на носу бородавка. Вот так, наверное, не стоит поступать. Но вот иметь возможность не говорить того, чего ты не хочешь говорить, и не делать того, чего ты не хочешь делать, я считаю, что это на самом деле очень важно. Есть ли у вас какие-то семейные традиции? Скажем, какой-нибудь праздник или определенное блюдо, вот спрашивают вас слушатели, фирменное. Да, у меня вообще жена замечательно готовит. Не часто получается так серьезно к этому делу подойти. Ну, вот у нее есть такой замечательный такой яблочный пирог, шарлотка. Причем как-то она его делает мгновенно, из ничего и без особого повода. Вот эта традиция, когда у нас сейчас наша старшая дочь, она уже большая, она уже живет отдельно, работает, у нее своя квартира. Ну, довольно часто она к нам все-таки приезжает, она чует у нас, вот когда мы вместе собираемся, вдруг неожиданно откуда-то из ничего возникает вот эта шарлотка, которую все время, Галя, моя жена, все время говорит, много не ешьте, там оставьте на завтра. Ну, как-то так получается, что она исчезает мгновенно. Можно ее оставить на завтра, да, я знаю, что такое шарлотка. Все знают, что такое шарлотка. Да, но не все знают, что такое шарлотка, приготовленная моей женой. Где? Где? Это рекламная пауза. Это была пауза, да, совершенно верно. Не знаю. Возьмите звонки от слушателей, пожалуйста, надевайте наушники. Да, личное утро, помните об этом, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. А вот вопрос, у вас питание в семье по кошерному принципу происходит или нет? И второй вопрос, посещаете ли вы синагогу? Да, действительно, очень личные вопросы. Нет, у нас не кошерная семья, у нас семья, как бы это сказать, многоэтническая и многоконфессиональная. То есть, моя жена из России родом, она русская и крещеная, но мы люди не религиозные. И, в общем, на этой почве у нас никогда никаких разногласий не возникало, потому что по каким-то базовым... По почве еды? Базовым нет, но по почве еды как раз-таки возникало. Поэтому кошера мы не соблюдаем. Что касается синагоги, я синагогу посещаю, но не в качестве, как бы, члена конфессии. То есть, я не принадлежу к религиозной общине. Меня очень интересуют именно еврейские традиции. И я там достаточно много об этом читаю, смотрю, но я не считаю себя религиозным человеком. И, скажем, традиции, таких жестких предписаний, которых в иудаизме очень много, я не стремлюсь соблюдать. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис, а вот скажите, пожалуйста, на такой вопрос. Вот вы всеми очень много лет. Кем вы там себя чувствуете? Депутатом, избранником народа или чиновником? С кем больше? И как часто этим или другим видом деятельности вы пользуетесь? Нет, ни в коем случае не чиновником. Я ценю свою нынешнюю работу, в частности, за то, что я имею определенную свободу высказывать свою точку зрения. И, как правило, у нас единая позиция во фракции. Случается, что мы спорим. Я имею всегда возможность доказывать и обосновывать свою позицию. Чиновник – это человек подневольный. Чиновник обязан исполнять распоряжение. У него как бы шаг вправо, шаг влево считается побег. Я думаю, я не смог бы, в принципе, работать чиновником. Пользуетесь ли вы гаджетами? Ну, это очень широкое понятие. Наверное, да. Ну, какой самый прикольный гаджет, который у вас есть в использовании? Насчет прикольных – это достаточно сложно. Но вот есть мне когда-то подарили такую хорошую штуку. Такой вентилятор, который прикрепляется к козырьку к кем. Ну, это же не гаджет. Ну, он не совсем электронный. Есть, скажем, хорошая штука – такая лампочка, которая включается в USB-порт. Электронную книгу можно подсвечивать, например. Можно. Ну, там нет USB, там электронная книга. Но самый такой необходимый гаджет – это, конечно, самый наушник, который для мобильника вставляется в ухо через Bluetooth, когда едешь на машине за рулем, когда можно поговорить, не нарушая правила. Еще звонок есть, только что был, кстати. Борис Целевич. Я думаю… В студии, да, слушаем, пожалуйста. Все работает. Доброе утро. Доброе утро. А у меня такой вопрос, можно считать и личный, и немножко… И общественный. …политическим оттенком. И общественно-политический. Вот, господин Целевич, вы лично ощущаете проявление антисемитизма, да, особенно в политическом направлении, да, на бытовом, я не буду говорить, это, как говорится, дремучий случай. И вот ваша, значит, позиция. Почему это все происходит? Это что, традиции или некультурное общество? Или кто-то это все подогревает? И почему? Ну, это действительно очень сложный вопрос. Тут большой трактат, но нужно было бы читать. Да, да, ощущаю, если короткий ответ. Это именно… Вот, извините, я разовью эту тему немножко. Если вы говорите, да, ощущаю, это именно антисемитизм или это просто что-то… Спросили про антисемитизм в политике. Латыши против русских. Вот я вот об этом хочу. Ну, есть и то, и другое. Но я всегда помню высказывания вот одного британского лидера, который, отвечая на вопрос, почему в Британии нет антисемитизма, сказал, что мы просто не считаем себя глупее евреев. Поэтому мы не антисемиты. Видите, вообще история взаимоотношений евреев и латышей очень старая и сложная. Антисемитизм есть везде. Даже говорят, там, в Японии нет евреев, но есть антисемитизм. Поэтому, в общем-то, я к этому отношусь философски. Ну, почему и как это происходит? Ну, человеку, наверное, свойственно искать некое внешнее зло, искать козлов отпущения. Вот такой манихейский миф, он всюду распространен. Ну, это факт нашей жизни. Ну, как бы есть плохая погода, есть там дождь, есть стихийные бедства, есть антисемитизм. Надо в этих условиях как-то жить. Что вы больше всего любите делать дома? Ой, общаться с семьей, когда есть такая возможность. А вам не надоедает общаться вот целыми днями со всеми и потом еще приходить с семьей? Не хочется помолчать, полежать? Ну, формы общения могут быть различными. Но, понимаете, тут, как бы, ведь дело в том, что люди все время меняются, особенно дети. Вот дети – это вообще такая совершенно ничем не сравнимая радость, которая, ну, наверное, дана человеку для… То есть, вот этот инстинкт продолжения рода, он, в общем, чисто биологический, но человек, как существо, разумное существо, эмоциональное имеет дополнительные стимулы. Это постоянно меняется, это развивается. То есть, ребенок там завтра, он уже не совсем такой, как вчера. И, наверное, это страшно интересно этот процесс отслеживать. Более того, развиваются и взрослые люди как-то меняются, и постоянно, в общем, узнаешь что-то новое. Вот мы уже опраздновали довольно давно серебряную свадьбу, так что достаточно давно с женой живем вместе, но, тем не менее, продолжаю как-то что-то открывать в ней новое. И поэтому это, конечно, очень важно. И даже когда мы что-то делаем вместе, молчим вместе, что-то смотрим, это все равно вот такая специфическая форма общения, которая действительно очень важна. Спасибо, нам пора заканчивать на сегодня. У нас был в гостях депутат Сейма и хороший человек Борис Целевич. Так что оставайтесь с нами, у нас будут еще гости. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо большое, особенно за хорошего человека. Отдельное спасибо. Депутат Сейма, значит, спасибо. Ну, это уж как есть, так есть. Да, ну, у нас сейчас Рома Альтван.